всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео я вам хочу показать как связать очень простой снудик для осени либо весны он такой весь в дырочку как вы видите крупную очень красивенький он на шейке смотрится довольно таки элегантно так сказать подойдет и как классический так сказать стиль так и спортивный в зависимости от так сказать набранных петелек в начале его ширина точнее окружность даже не ширина а высота уже точно также вы решаете сами сколько ее провязать я провязывала 20 сантиметров вы хотите можете по выше в общем этот снудик я вязала в принципе так сказать для ребеночка размеры его у меня окружность головы получается 54 с половиной сантиметра и он довольно таки на меня получается на лес и на горлышко так сел но на лес так сказать впритык поэтому я его вязала на ребеночка до трех лет вы если будете вязать немножечко побольше набирайте в начале петелек он на самом деле очень простой как вы видите вот его переход то есть здесь никакого шва нет если спицами мы обычно делаем какой-то шовчик то благодаря тому что мы вяжем его крючком никакого шва нету посмотрите то есть вот изнаночная сторона такая же аккуратная как лицевая единственное что видно вот такой вот так сказать переходящий ряд вот но на самом деле он довольно таки аккуратно и в принципе он хорошо вписывается в рисунок его не сильно видно в общем если вам нравится присоединяйтесь для вязания вам понадобится пряжа я использую ализелла на гол голубого цвета под шапочку я буду делать снудик конечно же под нее крючок я взяла номер 4 и ножнички также нам понадобится конечно же ваше хорошее настроение для начала наберем цепочку из воздушных петелек сколько нужно набрать воздушных петелек вы для себя каждый решите сами нужно померить окружность которую вы хотите чтобы у вас так сказать было был снудик и вот приблизительно у меня это будет 48 сантиметров я беру линейку или сантиметр можете в общем что то чтобы померить вот и набираете цепочку из воздушных петелек так сказать по окружности набираете не слишком плотненько чтобы вам потом легко было так сказать вывязать из этой цепочки петельки набираете количество петель кратное 2 у меня получилось 84 петельки на мой объем и так замыкаем круг находим первую петелечку так сказать основание цепочки и не делаем соединительный столбик обязательно проследите за тем чтобы у вас была косичка ровненько легла то есть нигде не перекрученная все было очень аккуратненько и красиво вот смотрите не перекрученная сделали соединительный столбик и теперь делаем две петелечки подъема 1 2 и третья петелька у нас уже как бы начался рисунок теперь берем делаем накид и отсчитываем две петельки во вторую делаем столбик с одним накидом теперь одна воздушная петелька снова накид делаем и отсчитываем во вторую петельку от крючка делаем снова столбик с одним накидом 1 воздушная петля снова накид через одну вводим крючок и делаем столбик с одним накидом а между накидом между столбиками с накидом у вас воздушная петелька 1 делаем воздушную петельку накид и столбик с одним накидом через петлю снова воздушная петля накид столбик с одним накидом через одну петельку воздушная петля накид столбик с одним накидом и так делаем до конца рядом обязательно не забывайте чтобы у вас между столбиками была воздушная петелька вот так выглядит наш первый ряд довязали последний столбик теперь делаем одну воздушную петлю и у нас как раз через петлю уже воздушные петельки эти воздушные петельки нам заменят один столбик с одним накидом теперь третью петельку подъема ой во вторую петельку подъема простите делаем соединительный столбик вот таким вот образом смотрите у нас получилось как бы замкнутый круг получился теперь делаем один соединительный столбик в нашу так скажем арочку нашу воздушную петельку следующую и теперь набираем 3 воздушные петельки 1 2 и 3 снова делаем накид и уже дырочку в нашу воздушную петельку предыдущего ряда вот так вот в арочку будем называть делаем столбик с одним накидом 1 воздушная петля снова накид следующую арочку делаем 1 столбик с накидом снова воздушная петелька накид и следующую арочку то есть как бы получается там где у нас воздушные петельки мы сейчас провязываем столбик с одним накидом а там где у нас столбик провязан мы делаем воздушную петлю то есть как бы в шахматном порядке вот второй ряд вяжем шахматном порядке обязательно не забывайте между столбиками с накидом делать воздушную петельку я честно говоря упрощенно чтобы мне было считать и не забывает за воздушные петельки я делаю таким образом смотрите делаю накид ныряю в арочку и считаю 1 2 это столбик 3 это воздушная петля и снова накид в арочку 1 2 и 3 снова накид в арочку 1 2 и 3 таким образом когда я считаю до 3 мне очень легко запомнить что я сделала воздушную петельку если я честно говоря не считаю то так тяжело но уже вы потом провяжите буквально несколько так сказать столбиков и вы приловчитесь 1 2 3 накид 1 2 3 и вот так вот вяжем второй ряд довязали до конца ряда последний столбик с одним накидом делаем одну воздушную петельку и во вторую петлю подъема делаем соединительный столбик делали столбик снова в следующую арочку делаем соединительный столбик как бы перемещаем получается столбик на 1 так сказать на один столб вперед вот так теперь делаем две воздушные петельки которые нам замещают столбик с одним накидом одну воздушную петлю накид и снова в шахматном порядке то есть следующую арочку делаем столбик с одним накидом воздушная петля накид и снова столбик с одним накидом следующую арочку накид столбик с накидом следующую арочку накид обязательно смотрите что у вас получается столбики с одним накидом в шахматном порядке, то есть каждый последующий ряд будет таким же, так сказать, первый будет как третьим, второй как четвертым, то есть, понимаете, мы будем постепенно, так сказать, делать перемещение под наклоном, благодаря нашим соединительным столбикам, переходящим в арочку. И так и будем продолжать провязывать столбики с одним накидом, а между ними провязывать одну воздушную петельку для того, чтобы в следующем ряду у нее провязывать столбик с одним накидом. Таким образом, мы будем провязывать высоту, которая, в принципе, кому какая нужна, то есть, желательно можете, так сказать, померить сразу, какую вам нужно высоту, либо провяжите, допустим, 10 сантиметров, померяйте на себе, либо на кого вы вяжете, на ребеночка, и посмотрите, сколько вам нужно еще довязать. То есть, такой снудик замещает нам, как сказать, такой легенький-легенький шарфик, то есть, благодаря тому, что он в дырочку, он будет таким вот легким, ненавязчивым, то есть, делайте его повыше трубой, а затем решите, сколько, так сказать, он должен у вас быть, сколько вы сделаете в общем высоту, сколько у вас и будет, он как бы будет так собираться, сплющиваться, вот сколько вам нужно высоту, вы решите сами. А как заканчивать ряды, я вам пока немножечко покажу, чтобы вы поняли, как их делать, а затем самостоятельно провяжите уже дальше. Но, для начала, я вам хочу еще показать, вот как, как нам, так сказать, спрятать вот этот набор, где мы делали, так сказать, воздушных петелек. Я вам покажу, как их сделать. Смотрите, мы продеваем, так сказать, в нашу воздушную арочку, вот так вот. Я спустила, честно говоря, одну петельку, но это ничего страшного, у вас там должно быть продление, и, в общем, нам нужно зафиксировать, можете крючок потоньше взять, нам нужно вот здесь вот зафиксировать эту ниточку, чтобы она нам не распустила весь шарфик. Поэтому сначала зафиксируйте здесь ниточку воздушными петельками, как бы красивенько здесь вот уберите сначала, а затем уже продолжайте вязать шарфик, потому что от вот этой петелечки очень зависит многое, что может, в общем, она вам распустить, так сказать. Вы ее вдеваете либо ниточку в иголочку, продеваете аккуратненько в косичку, либо, в общем, зафиксируйте ее и спрячьте кончик. Хотя можете, в принципе, и не прятать, он вам этот кончик будет, так сказать, напоминать о начале ряда. Но оно, в принципе, так и будет видно, то есть у вас все время здесь будут в начале ряда воздушные петельки. Поэтому, как бы, где начало-конец ряда, вам отмечать не обязательно. Если бы это были столбики без накида, то там, конечно, нужно было бы отмечать. А здесь у вас начало ряда, столбики видны. Поэтому я вам предлагаю сразу эту ниточку все-таки спрятать. Вот. И продолжать дальше вязать. То есть каждый ряд у вас будет в шахматном порядке, как бы, сеточку делаем. И благодаря столбикам с накидом у нас получается вот такая замечательная сеточка стеночки. А благодаря воздушной петельке у нас последующий ряд, так сказать, нам воздушная петелька образовывает такую арочку. И благодаря этой арочке нам есть куда, так сказать, провязывать столбики с накидом. В общем, продолжайте провязывать так высоту. А как заканчивать ряд, я вам еще несколько раз покажу. Чтобы вы, наверняка, уже привыкли и приловчились. Здесь ничего, так сказать, страшного абсолютно нет. Снова довязали последний столбик. Делаем одну воздушную петельку. И во вторую петельку подъема делаем соединительный столбик. И теперь делаем снова соединительный столбик в первую арочку. То есть, как бы, у нас, так как находятся столбики, так сказать, под арочками, поэтому мы столбик всегда, так сказать, будем подвигать под первую арочку. Итак, две воздушные петли, о чем я вам говорила, что заменяют нам столбик. Одна воздушная петля, которая между столбиками. Теперь делаем накид и продолжаем провязывать столбики с одним накидом. А между ними провязываем, конечно же, одну воздушную петельку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так провязываем снова до конца рядом. Сделали последний столбик с накидом. Одна воздушная петелька. И во вторую петельку подъема делаем соединительный столбик. Или соединительную петлю, как вам проще. И вот так вот, аккуратненько, я немножечко затянула петельку. Свободные петельки вяжем. Итак, делали соединительную петельку. Снова переходим в арочку еще одной соединительной петелькой или столбиком. Снова делаем три воздушные петли. Две воздушные петли, которые нам заменят столбик один. И одну воздушную петлю между столбиками. Накид. И в следующую арочку провязываем столбик с одним накидом. И обязательно не забывайте, продолжаем между столбиками делать, так сказать, воздушные петельки. Для того, чтобы у нас образовывались арочки в этом ряду. И так продолжайте. Я думаю, в принципе, переход вам ясен. Если что, перематывайте назад. Смотрите видео. В общем, я надеюсь, что вам все понятно. Высоту с нудиком делаете в зависимости от, так сказать, нужной вам ширины. И, соответственно, конечно же, нужных вам, так сказать, волн. Потому что, когда вы оденете на шею, у вас он немножечко так сужается. И вот смотря, сколько вам нужно волн таких вот, вы смотрите. И, соответственно, конечно же, его объем. Я вяжу детский, поэтому я сделала буквально такое, чтобы на детскую голову, так сказать, налазил хорошо. И вот так вот он на шейке будет присобран. Поэтому вяжете сеточкой максимально выше. И, соответственно, делаете объем точно так же под себя. Если вы вяжете на взрослого человека, делаете объем где-то 52 сантиметра. То есть, если его, так сказать, развернуть визуально, 52 сантиметра. Можете 55, то есть, если вам нужен очень большим таким. Он будет объемным. И, конечно же, высота его, точно так же делаете трубочку. Можете сделать первоначальную трубочку не слишком высокую, там сантиметров 10-15 померять. Чтобы налазила именно на голову хорошо. И заодно посмотрите, как оно будет сидеть. И уже отталкиваясь от этого, будете думать, какую нужно провязывать высоту. Я провязываю такую вот сеточку. И тогда я включу вам, покажу, что у меня в итоге получилось. Из-за перехода вот такого вот плавного варочку, посмотрите, у нас... Это я вам показываю шовчик, а его, в принципе, практически и не видно. То есть, благодаря тому, что мы делаем вот такие вот переходики, у нас рисунок не нарушается. То есть, вот смотрите, он практически со всех сторон одинаковый, без шовчика. Вот, как вы видите, я провязала уже свой снудик. К высоту у меня получилось 20 сантиметров, где-то, если быть точным, 20 сантиметров и 3 миллиметра. По рядочкам это получилось 21 рядочек столбиков. И я уже буду заканчивать. Заканчивать я вам показываю, как. Смотрите, провязали последний столбик, воздушную петельку. И снова во вторую петельку подъема делаем соединительный столбик. Делали соединительный столбик. И теперь следующую, так сказать, петельку, не в арку, а просто в воздушную петельку. Делаем снова соединительный столбик. И вытаскиваем ниточку. Ниточку можно обрезать. И теперь мы просто уберем вот этот кончик заправим. Просто между, так сказать, между косичкой его вденьте во внутреннюю сторону. А теперь вот этот кончик либо вденьте в иголочку, спрячьте его, либо можете просто потоньше крючочек взять между вязанием, его заправить. Хотите, можете с узелочком вместе, чтобы наверняка он, так сказать, не распустился. Вот у меня получился по, так сказать, поискосу шов, но так такового шва нет. Посмотрите. Можно, конечно же, на изнаночную сторону вывернуть. Так он более, так сказать, пушистенький будет, интересненький. И перехода практически не видно. Но я, наверное, оставлю на лицевой стороне все-таки. Так сказать, мне всегда нравилась больше лицевая сторона, чем изнаночная. Многие предпочитают больше изнаночную, чем лицевую. И, можно сказать, наш снудик готов. По желанию вы можете его обвязать. Но, почему я не рекомендую обвязывать? Потому что у нас, в принципе, края, что с этой стороны, что с этой стороны, эластичные. Если вы их обвяжете, они получатся деревянными. И вам тяжело будет потом, так сказать, натягивать его на голову. Особенно, если он будет впритык. У меня я делала его впритычок. Он у меня на горлышке будет вот таким образом собираться на ребеночке. И получился замечательный такой дырочку осенний-весенний снудик. Вязался он, как вы видите, очень быстро и легко. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель к вам. Пока-пока.